Часто люди думают, вот если я изменюсь, извинюсь или улыбнусь тому, кто на меня обидится, то получается, я глупый, а он умный. Все наоборот. Если ты извиняешься, выглядишь ты глупым в это время, это факт. Но ты умный, вернее разумный, и Бог на твоей стороне. Запомните, человек, который извиняется, всегда удача идет за ним. Удача всегда за ним идет. Понимаете, люди могут посчитать тебя глупым, что ты извиняешься. Но удача Господь никогда тебя глупым в этом случае не посчитает. С Богом отношения важнее, чем с людьми. Человек, который извиняется, он всегда удачу привлекает в свою жизнь. Но есть два способа извиняться. Один способ извиняться, это унизиться, а второй способ извиняться, это возвыситься. Вот если ты извиняешься с чистым, спокойным, добрым сердцем, и если человек тебя даже не прощает, то ты и на это согласен, и по-доброму относишься к нему, к этому человеку, то ты все свои экзамены сдал, а то, за что тебя человек наказывает, он теперь будет наказывать за это самого себя. Ну, то есть, бывают случаи, когда ты сделал все, то есть ты по-доброму отнесся, по-хорошему с человеком поговорил, и он все равно тебя не прощает. Это теперь не твоя проблема. И ты это в своем сердце почувствуй. Знаете, поэтому прилагайте огромные силы для того, чтобы просить прощения. Прилагайте огромные силы, верьте в этот процесс, потому что если вы это делаете, вы это делаете не для человека прежде всего, а для Бога в вашем собственном сердце. Если вы Бога удовлетворили в вашем сердце, Он вас простит, потому что человек является олицетворением нашей судьбы. Если мы попросили прощения и сделали это так сильно, что даже Он не простил, и я все равно как бы согласен со всем, то тогда в моем сердце спокойствие, уверенность и сила. И дальше я должен прессать перед этим человеком на задних лапках? Вовсе нет. Прощение не означает, что я унижен. Если ты попросил прощения, и человек хочет тебя унизить, он говорит, ты меня просил прощения. Да, просил прощения. И что? Теперь ты мне должен всю жизнь. Ты же признал, что ты плохой, я хороший. Вовсе нет. Мое прощение, то, что я просил прощения, не означает, что я плохой. Это означает, что я совершил ошибку. Когда человек просит прощения, он не признается, что он глупец, что он плохой, что он не достоин уважения. Не надо так воспринимать. Просить прощения означает делать то, что хочет Бог. И это означает удачу в жизни человека. Вот, допустим, стоят два дипломата. Должна начаться война между двумя государствами. И один дипломат говорит, простите нас за то, что мы не поняли, как правильно себя вести. Это не значит, что они уступили. Допустим, тот говорит, другой дипломат, ну давайте тогда пересмотрим вопрос. Давайте тогда вы теперь нам вот это, а мы вам ничего. Ну раз вы согласны. И этот дипломат говорит, я сейчас просто хочу, чтобы вы простили нас за то, что мы не поняли, как правильно с вами. И если те скажут, мы вас прощаем, то войны не будет, трупов не будет, понимаете? Крови не будет, страданий женских не будет, слез женских не будет. Просто от того, что дипломат знает, что надо всегда и везде, при любых обстоятельствах, просить прощения. Потому что, когда ты просишь прощения, ты достигаешь чего в жизни? Свободы. От злой судьбы. Когда человек не должен просить прощения. Когда он кого-то наказывает. Ну, допустим, человек оскорбил святого человека. Кто-то подошел к нему и дал ему, ну, полечил его точным массажем лица. Дал ему по морде. Надо просить прощения? Нет. Почему? Потому что ничего плохого уже не произошло. Ничего плохого произошло. Я просто тебе вернул твое. Все. Я к тебе хорошо отношусь. Вот я, как бы, против тебя ничего не имею. Один раз моего наставника, один человек очень сильно оскорбил. Мой наставник, он индус. И ученики, моего учителя, много учеников, они взяли, окружили его дом плотным кольцом. Те вызвали милицию. Милиция приходит, говорит, что вы здесь стоите? Она говорит, нам нравится, здесь мы стоим. Вы что хотите плохого сделать? А ничего не хотим. Просто нам нравится здесь постоять. Он говорит, а причина-то какая? А причина-то такая, что нашего вот эти люди, нашего наставника оскорбили. милиция говорит, ну ладно, стойте. И уехал. Говорит, главное, никакого дебоша не будет, драки не будет, ничего не будет. Нет. Ну стойте тогда. Ну то есть, перед милицией гарантия есть, да? Но эти люди, которые живут, находятся в окруженном доме, у них гарантия есть? Нет. Потому что они совершили подлость. И как они расплатились за эту подлость? Страхом. Больше моего наставника они никогда не оскорбляли, хотя никто им по морде не давал. Просто окружили дом. И все. Приятно, когда ваш дом окружили люди, которые вас не любят. Очень неприятно, правда? Этого достаточно. Мы сейчас о чем говорим? О том, что бывают случаи, когда не надо просить прощения. Если ты должен наказать человека, потому что не обязательно, что ты должен его наказать, но если ты должен, вот если твоего наставника кто-то оскорбил, ты должен наказать этого человека. Ты, именно ты. Больше никто. Если человек должен кого-то наказать, он не должен просить прощения. Но бывают исключения. Бывают старшие, оскорбляют старшего. Не вмешивайся в это. Не твое дело. Значит, ты деградируешь просто. Ты как бы защищаешь одного старшего, оскорбляешь другого. И так далее. Безвыходная ситуация. Надо просто так вот помолиться. Безв dzisiaj приезжайте сюда.